Судебные процессы и уголовные дела вокруг краха Литовского банка Снорос и Латвийского крайбанка, казалось бы, в последнее время ушли на второй план. Но в прошлом месяце Латвийская прокуратура начала процесс на 90 миллионов о возможном присвоении средств по так называемому основному уголовному делу Латвийского крайбанка в Витзамском суде Риги уже рассматривается дело о хищении 27 миллионов в этом же банке. В Литве расследуется дело о присвоении денежных средств банка Снорос на сумму почти в полмиллиарда евро. А главные фигуранты дела, бывшие владельцы этих кредитных учреждений, россиянин Владимир Антонов и литовец Раймонда Сбаранаускас, были объявлены в международный розыск. Дело это тем более любопытно, что с ним связана история кредитования латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, для которой теперь правительство интенсивно ищет инвестора. В распоряжении Первого Балтийского канала имеется запись, где гражданин России Владимир Антонов излагает свою версию происходящего. Теперь, по словам самого Антонова, свое месторасположение он не скрывает, общается с бывшими клиентами и коллегами и готовится требовать возмещения нанесенного ему ущерба. Вашему вниманию эксклюзивное интервью бывшего владельца Снорос и Крайбанка. Можете ли вы сказать, где сейчас находитесь? Это уже тайна в Полишинеле, господи. Нахожусь я в городе Герой Москва и совершенно замечательно себя тут чувствую. Вину вам меняется присвоение имущества на 492 миллиона евро, подделка документов, бухгалтерской отчетности и злоупотребление служебным положением. Вы по-прежнему все отрицаете? Когда у вас отбирают такую собственность и такую компанию, нужно же не просто что-то говорить. Доподлинно известно, что Сноросбанк, будучи банкротом, нанял две пиар-компании, аж одну из Прибалтики, вторую из Финляндии, которые занимались нашим анти-пиаром, моим и моего партнера. И продолжают тем же заниматься. Это первое. Второе. Вот посмотрите на факты. Факты говорят о следующем. Что ни одного доказательства, кроме европейского ордера на арест, где нас хотели экстрадировать на допрос в Литву, не посадить в тюрьму, а как бы на допрос, нет от того, что мы украли какие-то деньги. Более того, если вы их украли, они у вас где-то быть должны, правильно? Поскольку инициированы гражданские процессы по английскому законодательству, мы должны были сделать дисклоужер или раскрытие всех активов. Они все раскрыты. То, что вменяется нам, что деньги лежат в швейцарских банках на наших счетах, выведенные из банка, это абсурдно, потому что тогда нас не в тюрьму надо сажать, а в психиатрическую клинику. Это же как, я из своего банка беру деньги, переставляю на свой счет в Швейцарии, то бишь ворую, и после этого уезжаю в Англию и иду, сдаюсь в полицию. Ну, это по меньшей мере нелогично. Ну, а поскольку то, что происходит с активами банков обоих, их реализацией и уровнем заработков администраторов сейчас, понятно, что нужно же объяснять, почему и кто виноват в этом. Ну, уж понятно, не они. Вы много раз говорили о политическом преследовании за критику литовских властей и, в частности, президента Гребова Скайты. О чем идет речь? Ну, слушайте, давайте по-честному. Значит, нам принадлежала газета, вернее, медийная группа «Литвовос Ритус». Ну, нам много чего принадлежало, но в том числе и это издание. Это издание критикует власть, существующую в Литве, достаточно последовательно. При этом мне поступали предупреждения о том, что в случае, если это будет происходить так дальше, то последует контрдействие. Ну, я-то искренне верил, что мы же в европейской стране работаем со свободой слова, Евросоюз и все такое. Ну, оказалось, что это не так, да. Это первое. Второе. Ну, очевидно совершенно, что ту же Гребова Скайта ни в коей мере не устраивало в том, что русскому гражданину российскому, да, у меня нет других паспортов, кроме российского, принадлежит крупнейшая частная финансовая группа Прибалтики, то есть финансовый ресурс не ограничен, в понимании Литовской республики не ограничен, плюс медийный ресурс, который позволяет нам, по сути, контролировать существенную часть медийного пространства не только Литвы, но и соседних республик тоже. Поэтому очевидно, что с ее, так сказать, точки зрения, потому что ей, наверное, психиатрическую клинику надо. Она там постоянно видит мнимую руку Кремля или там еще что-то, что мы что-то хотим захватить, отобрать. Понятно, что последовали действия сначала в отношении Снороса, а потом в отношении Укио, которым владел тоже гражданин, хоть и Литвы, но с вполне не литовской фамилией Романова. Все очевидно. Рынок зачистили. А в чем именно заключался просчет при покупке контрольного пакета издания «Литвус Ритас»? Смотрите, в 2008 году у многих предприятий, не только Литвы, Латвии и других стран сложились сложные финансовые ситуации в связи с мировым финансовым кризисом. Шведские банки вели себя по процедуре, они просто их банкротили, судили и так далее, перестали кредитовать. Мы вели себя по-другому. Мы старались людям помогать, реструктуризировать эти кредиты, докредитовывать их и в каких-то предприятиях участвовать в акционерном капитале. Ритас — это пример. Мы никогда не влияли на редакционную политику, что Ритас подтверждает. Более того, я не говорю на литовском языке, поэтому не в состоянии читать, что там написано. Да и мне это не очень интересно было. Мы хотели помочь компании получить дополнительную стоимость, поскольку Ритас — это не только газета, это большая группа. Там есть недвижимость очень интересная, там есть полиграфический комбинат, лучший в регионе. И нас больше интересовал ее бизнес, нежели что там пишет корреспондент в издании или показывает по телевизору. Собственно, это решение было принято инвестировать в эту компанию, докредитовать ее, что мы и сделали, что повергло в шок почему-то литовские власти сразу. Шума было много. Да, в моем понимании это просчет, потому что после этого даже был принят отдельный закон в Литве, запрещающий банкам владеть средствами массовой информации, а именно газетами, например. Не знаю почему и что в этом страшного. А просчет в том, что мы недооценили того риска, что все-таки система сознания и принятия решений в постсоветских республиках осталась той же самой. А лоск такой вот наведенный, там еврофлаги стоят и так далее, это всего лишь геополитические вещи. А так все то же самое. Люди очень сильно опасаются за то, что, видимо, если бы группа существовала по-прежнему, мы бы там привели, предположим, к власти свое правительство. Что было технически возможно, денег было достаточно. Но никто, упаси бог, этого делать не планировал, а вот литовские власти решили иначе. Вот, собственно, и все. На момент краха Крайбанка была зарегистрирована недостача около 100 миллионов латов. Как вы это объясняете? Ну, уже не 100 миллионов латов, уже давно доказали, что деньги в России, которые были на курсчетах, они там были, и суды уже выиграны, и полиция уже эти обвинения сняла. Там 100 миллионов долларов, по-моему. В Украине такая же ситуация. Те деньги, которые инвестировались в Болтик через сложные финансовые цепочки, покрыты кэшем, в том числе и на моем счете, и моих компаний, компаний конверсгрупп Люксембург, компаний конверсгрупп Кипр и так далее. Эти все документы есть. Все эти документы, когда нужно, в нужном суде появятся. И КПМГ, который занимается абсолютной ерундой сейчас в банке, и, по сути дела, просаживает остатки активов в собственных целях, прекрасно это знает. Так что про 100 миллионов латов уже давно надо забыть. Более того, надо подумать вот о чем. Ну, во-первых, у нас незаконно изъяты были акции Ерболтика. Это надо восстановить на балансе. У нас незаконно и бездарно была посчитана какая-то гомерическая дырка. Сейчас это нужно тоже на балансе восстановить. Понять, что это был абсолютно живой банк с живым бизнесом. И даже когда Снорес национализировали, этот банк продолжал работать еще три недели, пока туда не вломились бестолковые администраторы. Были желающие его купить, в том числе крупная группа из России. Международная, наверное, не только в России. В том числе Рижская дума и сделать муниципальный банк. Тем не менее, было принято решение его крушить. Вот если все это восстановить и посчитать стоимость, то ее надо бы вернуть владельцам. А поскольку само KPMG признает сейчас, и их юристы, самые, кстати, дорогие юристы в Англии, Стивенсен Хабарт, что я являлся бенефициарным владельцем этого банка, а не Снорес, то надо бы мне ее отдать. Вот этим мы займемся в ближайшее время. А слава богу, его стало больше. И нервы поспокойнее. Поэтому то, что происходит, и то, как это происходит, выглядит следующим образом. Выколю себе глаз, чтобы у тещи зять кривой был. И если цифровым языком убью бизнес, который стоит 200 миллионов евро, чтобы украсть два, вот это сейчас и происходит. И ничего больше. По последней информации против вас и ваших коллег начато еще дело о присвоении 90 миллионов евро, превышении служебных полномочий, легализации средств, добытых преступным путем, нарушении правил бухгалтерского и статистического учета. Какие из этих обвинений вы готовы признать? Никакие. Будем доказывать, они свое, мы свое. Почему вы не подаете судебные иски, если считаете, что с вами обошлись несправедливо? Да, в процессе сейчас. Вы утверждали, что проблемы Крайбанка начинались с AirBaltic. Ваш отец, в частности, говорил, что в свое время достаточно авторитетные в Латвии лица принудили вас начать кредитование авиакомпании AirBaltic, так как в противном случае из Латвии с Крайбанка ушли бы крупные депозиты. Вы можете назвать этих людей? Это было в 2008 году. Я не буду называть фамилии этих лиц, они и так их по телевизору увидят. Да, действительно, у нас были крупные депозиты государственных компаний, телерадиоцентры, например, Латвии, госкассы и так далее. И когда AirBaltic выкупался, мы кредитовали эту сделку. Мы кредитовали эту сделку, не сказать, что под нажимом, но, конечно, нам это не сильно нравилось, потому что не совсем понятный нам бизнес. Мы понимаем, что авиакомпания требует к себе абсолютно другого отношения внимания. И, собственно говоря, кризис наступил в 2010 году, когда мы понимали, что компания стала убыточной, когда мы понимали, что компания не способна вернуть деньги, когда мы понимали, что или мы приземлим все эти 34 самолета и покажем убыток, или мы будем искать решение. Это решение было найдено. То есть компанию докредитовывали банки-группы и государство. И, собственно, мы были авторами того плана ее реструктуризации или спасения, который сейчас осуществляется. Ничего там, собственно говоря, волшебного не происходит. Поэтому к «Болтику» всегда было почему-то очень трепетное отношение со стороны властей. Но, на мой взгляд, продажа с баланса банка этого актива за 240 тысяч евро — это уже верх цинизма. То есть можно выйти на улицу, тут район богатый, спросить, есть ли желающие за 240 тысяч ее приобрести. Она же прибыльная сейчас стала. Но много найдется. 240 тысяч — это сумма, которую вы потратили на «Болтик»? Это не та сумма. Сумма, которая инвестирована была в «Болтик» гораздо больше. Но та сумма, которая инвестировалась через федуциарные банки, банкам, она покрыта кэшем в балансе самого края. На счетах подконтрольных нам предприятий, это в том числе и на моем счете, 5,5 миллионов как лежало, так и лежит. Поэтому уж если бы на чистоту, то на счетах группы и на депозитах хозяев группы и в том, и в другом банке изрядное количество денег. И уж если бы мы что-то хотели украсть, не надо было ничего воровать, можно было эти деньги списать, да и все. И оставаться в меру состоятельными людьми. А был ли смысл кредитовать «Эрболтик»? Ну, посмотрите, «Эрболтик» постит сейчас результаты квартальные, да, и у него каждый квартал прибыль. Вот вам ответ был, смысл или нет. Плюс «Болтик» должен был развиваться, ну, в некотором смысле не так, как сейчас. Мы исходили из того, что цена на нефть не припадет так сильно. А с учетом того, что упала цена на нефть, и как следствие на керосин авиационный, то вот наш бизнес-план, который реализовывается, он был бы даже лучше сейчас. Плюс у нас же был план, там, строить терминал отдельный, там, хранилище для керосина и так далее и тому подобное. То есть был смысл. Если бы не было смысла, мы бы зафиксировали убыток. Ну, плюс все-таки, это же не совсем просто латвийская компания. Сейчас, если «Болтик» приземлить, тут в Латвии как в Украину, на санях только. Вот, примерно так. С какой целью руководством банка была придумана схема, когда через другие банки передавали деньги фирмам, которые затем одалживали их компания «Эйрболтик»? Кто это придумал и для чего? Да очень просто. Компанию «Эйрболтик Корпорейшн» напрямую кредитовать нельзя. Можно было кредитовать только БАС. БАС – это холдер. Поэтому, когда банки достигли норматива, емкости, мы не могли больше. Мы заводили кэш свой, ставили через фидуциарную сделку деньги в другой банк, третий, там, Майнул, например. Он кредитовал нашу компанию, которая кредитовала БАС, а БАС уже «Эйрболтик Корпорейшн». Вот и все. Вся схема. Это распространенная практика? Стандартная абсолютно. Как избежать риска нарушения норматива на одного заемщика? Подчеркиваю еще раз, под все кредиты, которые были за пределами этого норматива, есть кэш, заведенный на нашей компании. Там и висит. Можно назвать все эти ситуации борьбой против российского бизнеса? Слушайте, ну, давайте так. Российскому бизнесу вообще крайне сложно было оперировать не в Прибалтике, а вообще в западных странах. Всегда было сложно. То есть к российским компаниям или к российским инвесторам всегда отношение было своеобразным. Я стараюсь мягкие слова подбирать. Я не знаю, почему. У меня нет объяснения, там, логичного, да, или логического. Потому что в России все иностранные компании себя чувствуют более чем вольгодно. И даже сейчас. Там против нас введены санкции, мы против иностранных банков санкции не вводим зеркально, да. Поэтому, да, всегда, когда вы россияне, есть проблема. Резкого негатива, если формальные признаки все соблюдены, быть не может, потому что мы формальные люди. Но то, что вам будет в десятки раз тяжелее работать, чем шведам, это да. Или норвегам, или там американцам. Вы сейчас находитесь в России. Ваши отношения с российской властью? С российскими властями, раз я с вами вот разговариваю спокойно в офисе, да, какие у меня отношения. Наша власть, она меня защищает, как по конституции это написано. Я же российский гражданин. Британские и шведские спецслужбы подозревали вас в связи с криминалом. Может ли ваше нынешнее положение косвенно это подтверждать? Да, не, 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 нет, подождите. Значит, у нас была удавшаяся попытка поглощения компанией СААП. Это скандальная сделка, потому что, если вы помните, эта сделка шла параллельно с попыткой купить нашими же коллегами концерн «Опель» в рамках реструктуризации «Дженерал Моторс». Понятно, что американские товарищи ни в коей мере не хотели это продавать ни сберегательному банку, ни конверсу. Но нам, тем не менее, это сделать удалось. Шведские средства массовой информации распространили информацию о том, что мы связаны с криминалом, отмываем деньги и так далее. После чего было проведено расследование, в том числе ими. Эта информация до сих пор висит на сайте National Debt Office of Sweden от апреля 2011 года, где шведские власти разрешают Антонову Владимиру инвестировать в компанию САП. Вот ответ. Что касается британских властей, у меня всегда был постоянный вид на жительство в Великобритании. Получить этот вид на жительство непросто. Я не въезжал туда по инвестиционной визе, а получал его другим совершенно путем. High-Skilled Migrant Program называется. То есть трудоустройство британской компании. И, собственно говоря, получая документы, вы проходите семь кругов АДА и проверка. Плюс в Великобритании была большая часть группы расположена и часть управления группы. В общей сложности в британских подразделениях работало 1600 человек. В заводах, в спортивной компании и так далее. Поэтому-то нет. Собственно, с британскими властями у меня вопросов не было. А сейчас возникли. В связи с последними событиями. Вскоре после сдержания в Лондоне вы заявляли в средствах массовой информации, что боитесь за свою жизнь. На вас что, покушались? Или же вам кто-то угрожал? На меня нет. От моего отца, да. И на моего бывшего делового партнера в Лондоне было покушение в 2012 году, в марте. Слава богу, все остались живы. Вы опасаетесь за свою жизнь до сих пор? В этой стране нет. Если бы была экстрадиция в Литовскую республику, то, безусловно, да. Существует закрытая часть решения английского суда, где достаточно четко сформулировано, что да, угроза жизни существует, но это не их проблема. Были ли эти угрозы связаны с тем, что в Снорос и Латвии из Крайбанка оказались замороженными огромные средства? Эти угрозы не были связаны со Сноросом из Крайбанка. Эти угрозы связаны прежде всего с тем, что все мы понимаем прекрасно, что произошло в Литовской республике. Это не было национализацией банка. Вот Паркс был национализирован. А это был захват в чистом виде. Поэтому для того, чтобы избавить себя в будущем от последствий юридического характера, которые сейчас начнут наступать и для Литвы, и для Латвии, в связи с тем, что, ну, спасибо Господу Богу, жив-здоров остался, то, в общем, понятно было, что и моя судьба, и господин Баранаускас, в случае экстрадиции в Литву, ясно. То есть, со счетами влиятельных клиентов это не было связано? Никаким образом много было инсинуаций в прессе на эту тему. Нет, это не так. С клиентами я общаюсь, с сотрудниками бывшими уже тоже, поэтому... В интервью латвийским СМИ вы обещали вашему крупному вкладчику, маэстро Райму Допаулсу, вернуть утраченные в Крайбанка деньги. Сдержали обещание? И не только ему, безусловно, как только судебные процедуры, которые мы инициируем сейчас, будут закончены, мы уверены в том, что мы получим как минимум те средства, в которые оценена группа, вся группа оценена в изрядную сумму денег. Не мной, я никогда не оценивал, это одной из ведущих аудиторских компаний было сделано. Да, безусловно, клиенты, в том числе и Райму Допаулсу, все будут удовлетворены, а как иначе-то. Последний вопрос. Каковы дальнейшие планы? Три с половиной года, почти четыре, я и мой партнер сопротивлялись, веря в британское правосудие, которое оказалось ровно таким же, как и все остальное, и давно уже не существует. Это абсолютно формальные организации теперь, которые подчиняются евродирективам и прочей ерунде. Об этом уже долго говорить, я не думаю, что у нас есть только время. Поэтому было принято решение вернуться в Российскую Федерацию и перестать бороться с ветряными мельницами. Что касается прибалтийских властей, мягко говоря, у нас напряженные отношения. И напрягутся они еще сильнее скоро. Поэтому, конечно, в ближайшее время на Юрмальский берег я не собираюсь. Равно как и в прекрасный город Вильнюс. Ну, а пути Господни неисповедимы, мы там посмотрим. Так что, как-то вот так. Россия страна большая, современная, хорошая стала. Поэтому пока тут. А впереди достаточно серьезные усилия по восстановлению справедливости, как минимум введить денег, поскольку репутация благодаря усилиям тех же властей разрушена безвозвратно, на мой взгляд. Да и, в общем, они, если честно, все равно. Вот компенсировать расходы за 10 лет жизни, вот это хотелось бы. И в виде постскриптума. Данные ответы – личное мнение господина Антонова. Остальное решит суд. Но каждый имеет право на свободу слова, включающие в себя право свободного получения, владения, распространения информации, выражения своих взглядов. Цензура запрещена. Это Конституция Латвии. До свидания.